Всем привет! Я Евгений Замятин. Мы с вами на Южном Урале. Едем сейчас по городу Челябинск. На дворе лето. И ситуация с рыбалкой на, можно сказать, на конец лета у нас такая. Карась клюет в течение всего лета. Есть такие неплохие озера, если ехать в сторону Бродокалмака. И за Бродокалмаком там и Сугаяк 2, и за Сугаяком 2 клюет караськи. И даже недалеко от города Челябинск, в сторону Кургана, если вы поедете, там тоже вы найдете несколько таких, ну, даже не озера, а луж. Но, тем не менее, карасики с ладошку клюют. Также радует пруд Кировский. И, ну, это все караси. Конечно, это такая рыбка у нас для многих желанная. Но буквально на той неделе прошла еще информация, что неплохо стал клевать карп на Триустане. Поэтому, если у вас есть желание половить карпа, пожалуйста, на Триустан. И, кстати говоря, с этим озером Триустан у меня для вас короткая история. Дело было у нас как раз в прошлой неделе. История достаточно необычная. Итак, приступим к этой истории. А после этой истории нас ждет интересная зарисовка. Мы же на рыбалках у нас достаточно кухонное занятие. Поэтому будем готовить плов. Мы с вами перенесемся на берег Аргазинского водохранилища. Аргази. Там мы будем отдыхать и готовить плов. О том, как жарить мясо и овощи для плова, это дело опущу. Но, любопытно, мы с вами посмотрим, как рис превращается в плов. То есть мы не будем казанок закрывать. И, кстати говоря, это утверждение моего брата, который готовит плов много лет. И утверждает, что рис, когда засыпаешь в мясо, чтобы оно уже пловом стало, закрывать крышкой не надо. Но вы это все увидите. А пока вернемся к нашей истории на озере Триустан. Итак, Южный Урал, озеро Триустан. Мы ловим карпа. Дело в том, что там на побережье этого озера Триустан очень много затопленных таких коряг. Это бывшие березы. Почему бывшие? Это потому, что это уже остов, как, знаете, остов разрушенных кораблей. Такие березы затопленные уже, это топляк. Это не березы, а стволы. И вот они стоят таким коряжником. Конечно, какие-то березы упали, какие-то до сих пор корни их держат. Вот стоят такие березы. И этих островков березовых очень много вдоль всего берега. Но между этими березами есть прогалины, сквозь которые можно забрасывать даже и дальние забросы. Местные жители ловят карпа там не особо мудрство. Приезжают на берег, берут лодку и завозят метров на 200. Но мне думается, что на 200 метров у многих не получается завозить, потому что я спокойно с берега кидал и даже не силовой дальний заброс. Ну, думаю, метров сколько там, 140. Тоже, кстати, немало. Но вот на 140 метров я взял двух карпов на 7 и на 8 килограмм. Кстати говоря, карпа клюнули даже не на продукт питания, не на бойлы, не на пылики. Клюнули на обычные обыкновенные шарики, на чодрик. И, кстати говоря, друзья мои, вот на моем канале, кто вы впервые смотрите видео, пожалуйста, обратите внимание на видео. В этом году нам удалось снять классные видео. Обратите внимание на видео. Дальний заброс, ловля на Зигрик и работа с Коброй. Это все на канале есть. Буквально там потратите несколько секунд и найдете. Посмотрите и, пожалуйста, ставьте свои комментарии, потому что обратная связь это самая важная штука. А вы посмотрите и ваше мнение свежим взглядом для меня очень ценная информация. Итак, мы опять на озере Триустан, ловим карпа. И видим, плывет лодка. Лодка плывет где-то метров 180 от берега. Ну, точно определить дальность, конечно, трудно. Ну, вот метров 200 точно она плывет. И там трое людей. Твой мужчина, одна женщина. И мы слышим, а такая тишь да гладь стоит, что все звуки на поверхности воды слышны очень хорошо. Они ругаются. То есть мужчина что-то говорит женщине, а женщина ему отвечает, я тебе говорила! Вот, и что-то она ему говорила. Мужчина опять что-то ему объясняет, она опять, я тебе говорила! А он ей говорит в ответ, ну, раз ты мне говорила, так ты возьми тогда и уходи с лодки. Ну, мы перегнулись, товарищи. Мой товарищ говорит, а куда это она с лодки-то уйдет? Метров 200 до берега. А она опять со словами, я тебе говорила! А он говорит, да уходи с лодки. Она берет, одевает рюкзачок. Она одевает рюкзачок, перешагивает через борт лодки. А знаете, лодка деревянная такая. И на 200 метров ей воды там по пояс. Она пешком, бодренькая, шагом пошла, пошла, пошла по воде. Словно как по воде. Дошла до этих затопленных коряг, там куда-то до берега. Там еще мужики сидят рыбачат, все ржут. Она еще в ответ, что вы там ржете? Что, смеетесь? Ну а как тут не посмеяться? Короче говоря, эта женщина ушла в неизвестном для нас направлении. Но для нее, наверное, направление известное. Ну что, друзья, сейчас мы переносимся на Аргази, в сторону Аргазинского водохранилища. Сейчас готовим плов. И смотрим, как рис превращается в плов. Пошла жара. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как готовить плов. Сейчас рис будет... Не, а я хочу, как рис набухает водой и поднимается. Вот этот момент. А, и устроить, типа, просто? Да, потом немножко устроим вот так. Да, и под роликом я буду как автор изделий. Пожалуйста. Как положено, меня как автор изделий. Да, да, молодец, Андрей. Вот, сейчас то, что надо, ребят. Ну что, а сколько по времени есть? Ну, когда она будет готова, это сейчас пробовать надо. Примерно 20-25 минут. Я впервые узнаю, что хлоп нельзя закрывать в крышке. Не надо его закрывать, ничего. Не надо его закрывать, ничего. Нормально. Слышно? Да. Слышно? Да. Да. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...